Часто слышу призывы Мировоззрение большевиков перекочевало в наши дни и даже испытывает определенное возрождение, потому что общая примитивизация сознания и общая деградация интеллекта – это факт нашего дня. Я тут случайно включил телевизор, увидел фрагмент фильма стародавнего еще по хождению по мукам, по роману Алексея Толстого. Старинный еще фильм конца 60-х годов, там Евгений Матвеев играет красного командира, командарма Сорокина, Ивана Лукича Сорокина, историческую личность. И там есть такой эпизод, когда комиссары там собираются и пишут донос на Сорокина, что вот он сейчас герой, он отбросил добровольческую армию, личным примером увлек красноармейцев и добился победы. Но на него пишут донос, что он вообще неправильный человек, он противодействует формированию регулярной Красной Армии и его надо расстрелять немедленно. Прямо так и говорится, немедленно. И это совершенно не входит в противоречие со всем остальным. Это как бы естественно для большевиков – расстреливать, уничтожать своих. Ну сам Иван Сорокин, тоже как историческая личность, был расстрелян действительно в 18-м году, его сместили, арестовали. Но он и сам был хорош, вот генерал Корнилов, который погиб случайно в боях, когда он находился в штабе, и случайный снаряд улетел в окно, разорвался, и генерал Корнилов погиб. Сорокин приказал, когда занял территорию, раскопать его могилу, тело для того, чтобы удостоялись, у действительно Корнилов погиб. Сфотографировали, отправили нам эти фотографии большевикам, питерским или московским, где они уж там были, не помню. А над телом поглубились, повесив его, изрубив шашками, а потом сожгли. Это действие командарма Сорокина, и, конечно, то, что его расстреляли, никакого сочувствия не вызывает. Сам он также расстрелял часть руководства Северо-Кавказской республики, и, в общем-то, за это потом в отместку были казнены в Пятигорске, ну, всех, кто под руку попался, кто был в тюрьме, вот как бы в отместку местные чекисты. Сорокин там расстрелял, в том числе, и чекистов, которые отказались ему подчиняться. Там расстреляли в Пятигорске порядка ста человек, из них половина просто уголовники, а половина – это заложники, в том числе арестованные бывшие чиновники и генералы, включая генерала Русского, организатора государственного переворота в феврале 1917-го, предателя-изменника Родины, который решил уйти на покой и там где-то спрятаться, мол, я ни к чему отношения не имею, никаких претензий на власть у меня нет. Ну, вот он так, так цепочка сложилась, видите, расстрельщик изувер Сорокин расстрелял одного, или группу там чекистов, чекисты в ответ расстреляли там всех, кого не попали, включая Русского, потом самого Сорокина сместили командование северокавказскими силами красных и тоже расстреляли в тюрьме. Вот так принято у большевиков. И сейчас, в общем-то, все то же самое, и нынешняя власть вполне может называться большевистской, и они органически происходят из этой большевистской власти, все из коммунистического, уже далеко, из исторического прошлого происходят, и были коммунистами, и служили в компартии, и были чекистами, служили. Поэтому они и свои бьют, чтобы другие боялись, но уж народ истязают как только могут. Противодействие большевизму является задачей мировоззренческой и интеллектуальной для всякого русского человека. Я еще раз напомню, что вышла вот такая фундаментальная книга Дмитрия Крайнего идолища большевизма «Освобождение или не бытие». Вот такая книжка. Каждый может ее заказать по электронной почте, которую я еще раз повторяю, латинскими буквами sts-dimasobakamail.ru По этой почте вы можете эту книжку заказать. Она стоит при рассылке, как мне автор сообщил, вместе с почтовыми расходами, 1150 рублей. Книга толстенная, посмотрите, какой объем. Огромный объем информации переработан. И в этом томе в подробностях рассмотрена также экономическая политика большевиков и сталинская экономическая политика, которую продолжают хвалить, несмотря на то, что не знают о ней ничего или знают очень мало, или же просто не знают никаких других альтернатив. В качестве такого сталиниста в экономике можно привести профессора Касатонова, который считает, видимо, что на костях можно строить вообще какую-либо экономику. И по этой причине я утратил интерес к его выступлениям. Это оправдание большевизма в форме сталинизма абсолютно неприемлемо, потому что это фактически не просто оправдание уничтожения, массовое уничтожение людей, которое будто бы и обеспечило индустриализацию, а призыв того же самого в будущее, призыв вот этих деструктивных сил, которые нас окружают в том числе и которые могут вот так же, как Сорокин, он был просто казаком и из общего ряда не выдвигался, а вот так вот, или эти комиссары, которые из-за рабочих, ну они же простые люди все, да, и вот мы из уважения к простым людям призываем на свою голову их мировоззренческие установки, которые являются просто изуверскими, тираническими. Это они призывают, молятся на Сталина, чтобы он воскрес и поубивал как можно больше. Вот эта мировоззренческая установка, конечно, должна быть сломана, и этому служит книга Дмитрия Крайнева. Я тоже сейчас, почти завершив предыдущий свой проект книжный, который скоро отправлю в печать, тоже решил заняться этим вопросом и использовал немецкий перевод, который сейчас я буду делать, немецкий перевод, можно сказать, очевидца, свидетеля и аналитика, который в 1922 году написал книжку «Чума в России», имея в виду не только чуму как болезнь, но и чуму идеологическую, которая привела к массовой гибели людей. Те, кто все это оправдывает, они, конечно, абсолютно невменяемы, им ничего не скажешь. А тем, кто еще готов формировать свою позицию, очень важно будет прочитать. Сколько стоила большевистская революция и гражданская война в человеческих жизнях, в русских жизнях, сколько людей погибло на фронтах, сколько людей погибло от голода, от болезней, сколько было расстреляно, эти массовые расстрелы. И еще очень важная тема – это снятие с русского народа той вины, которую ему приписывают за большевизм, в том числе приписывают все более или менее радикальные политические силы, которые в общем подавляющем большинстве постсоветских государств находятся у власти или близко от власти, находятся во власти. Они России предъявляют вот это, то есть что к ним большевизм пришел из русских территорий и с русскими людьми. Это совершенно не так. Большевизм не связан с русским мировоззрением совершенно. Это антирусская установка в мозгах, которая у пауперов случается, потому что у них больше ничего там нет. Самые примитивные, самые гнустные идеи там поселяются. И, конечно, и среди русских по роду людей, как вот командант Сорокин, тоже разные бредовые, подлые и кровопийственные идеи бродили. Но основную массу большевиков и чекистов в начальный период, в особенности, составляли совершенно не русские люди. Это наоборот. Инороческий компонент хлынул в Россию, захватил властные полномочия. И он совершал это все. Ну, там можно привести и Троцкого, и Белакуна. И кого там только не было, был целый интернационал. Одних только китайцев. В Красной Армии было 50 тысяч. Правда, не все участвовали во фронтовых действиях. Но зато участвовали в расстрелах, в том числе в Москве. Расстрелы кадетов, политиков. Кадетов, которые сопротивлялись большевикам и засели в Кремле. Их потом просто всех перестреляли, этих янцов. А заодно истребили всех, кто под руку попался. Генерал, чиновников, бывших депутатов Государственной Думы. Всех в расстрелах участвовали китайцы. Поэтому интернационал сюда пришел, на русские земли, и здесь творил беспредел. Очень важно доказать, что все это, большевизм, это и по мировоззрению, и по идеологии. Разница в том, что мировоззрение формируется, идеология только частично. Декларации могут быть одни, а воззрения на жизнь другие. Вот воззрения этих людей абсолютно не русские, антирусские. Носителями этих идей были в основном не русские люди, пусть русскоговорящие. Как и сейчас мы встречаем среди русскоговорящих людей, вроде бы по внешности, по родству русских, абсолютно антирусские идеи. И это большевизм сегодня. Это большевизм, который заседает во власти. Это большевизм низов, который эту власть вроде как ненавидит, но ментально является абсолютно идентичным этой власти. Идеологический, мировоззренический разгром большевизма – это задача для сегодняшних дней, и для интеллектуалов, и просто для мыслящих русских людей. Ничего большевистского в нашем мировоззрении быть не должно. Но они сами, вот эта большевистская нечисть против нас предпринимают самые решительные меры, скажем, не так давно прошла конференция, на которой я выступал. И вот вся эта краснота была очень недовольна тем, что я им указал на абсолютную беспочвенность их суждений и абсолютный непрофессионализм. Они не ссылаются на авторитеты, они не знают интеллектуального потенциала русской цивилизации, они молотят то, что им в голову придет, пользуясь тем, что все остальные молчат. Я об этом в довольно мягкой, предельно мягкой форме сказал, и все равно нашлось существо, которое отредактировало, полная видеозапись конференции была выложена в сетях, и только мое выступление было вырезано, потому что оно выбивалось из общего тона вот этого левацкого примитивизма, бесплодных мечтаний и просто глухого невежества. Поэтому еще раз представляю эту книгу, Дмитрий Крайнев проделал огромную работу, собирая информацию, которая превратила его труд в фундаментальный. Я думаю, что у каждого русского человека вот эта книжка должна быть настольной, пока вы ее не изучите от начала до конца, пока не заложите себе в голову мысль о том, что большевизм имел только негативные последствия, содержал в себе только негативные тенденции. И все, что было сделано помимо воли большевиков, вот это и является нашим достоянием, и достоянием, которое перешло из советских времен в наши времена. И экономический потенциал, и научный потенциал, все это делалось вопреки большевизму, вопреки мировоззрению вот этих так называемых, кавычках, простых людей. Непростые люди все-таки не были большевиками сами и стремились к тому, что требует творческая личность к какой-то результативной деятельности. А большевистская номенклатура, в конце концов, вот эти так называемые простые люди из народа, они расселись по номенклатурным должностям, они всячески тормозили развитие России как страны, русского народа, и тормозили. Именно это была причина того, что Советский Союз был неуспешен в очень многих отраслях, кроме военной, по сути дела, о чем можно было похвалиться. То есть все было хуже, чем у стран, которым имперская Россия ничуть не уступала, а по темпам роста серьезно обгоняла. И статистика стала обслуживать власть именно при большевиках. То есть тотальная ложь в декларациях неких цифр стала правилом, и сейчас это тоже правило. Те цифры, которые публикуются, не только социологические опросы лгут, но и статистика лжет беспрерывно. И это произошло, вот это перерождение науки в антинауку в большевистский период. Я сам тоже, когда шел в руках, это сам себя доказывал еще в 80-е годы, когда читал историческую литературу, видел там эти цифры, сопоставлял, выводил там средние, по пятилетке, по году, и видел, что ложь, что беспрерывное. Для того, чтобы заложить в голову фундаментальные вещи, нужна детализация некоторых аспектов, в том числе экономических, демографических, социальных. Все это есть в книжке Дмитрия Крайнего, я еще раз ее рекомендую, электронная почта, автору вы можете написать и получить по почте эту книжку, латинскими буквами СТС, черточка, Дима, собачка, mail.ru. Я думаю, что единственный шанс спасти нашу страну от тотального вымирания и экономического краха, это преодоление большевизма, как в низах, так и в верхах. Слава Руси! Господи, спаси!